СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Сегодня, как мы анонсировали уже, Союз НЕРУШИМЫЙ будет музыкальной программой и с большим удовольствием, с большой радостью мы сегодня принимаем в нашей студии ансамбль, который уже некогда был у нас здесь и исполнял великолепные азербайджанские композиции. Итак, у нас сегодня в гостях азербайджанский ансамбль «Дружба». Чуть позже мы представим музыкантов, напомним, на чем они играют. Ну и для начала, раз уж музыка у нас сегодня основная составляющая программа, пусть звучит у нас музыка, что-нибудь энергичное для поднятия настроения. Пожалуйста. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Она сегодня в культпоходе шла, я думаю, что тоже у нас сегодня будут еще звучать композиции, посвященные романтическим чувствам. Они все песни о любви, даже те, которые о войне. Да, они все все равно любят. Ну, это радостная песня, да, все-таки она светлое чувство несет. Это САЗ. Ты же сам это слышал сейчас, да, я говорю, что ощущение зашедшего яркого солнца, такого, знаешь, радости. САЗ это инструмент, это азербайджанский. Ну, давайте напомним, да, мы в прошлой программе говорили, мы еще раз напомним. Да, вот, у него лет, наверное, больше 700 лет, вот это, вот, с начала... С момента появления, да, этого музыкального инструмента? Появления, да, вот, я бы сказал, даже больше. Даже больше, да, вот. Раньше струны не было. А что использовали? Конский волос, наверное, натягивали. Да, 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 конь. Конский волос. Играли. А потом, это проходили на, это струны. Ну, у нас, Азербайджан, это школу учиться надо 5 лет. 5 лет? Да, 5 лет учиться. Это какая-то, это какая-то официальная музыкальная школа? Официальная. Официальная музыкальная. Официальная, 5 лет надо, чтобы изучать, это, это струны, это, вот, играть, это ошибка. Ну, строй, строй слышно, очень интересный, да? Строй очень интересный. И вообще, вот, я смотрю, там, вот, как струны сделаны, то есть, там, по-моему, 2, 3, 3, да? Да, да, да. Вот, я на свадьбах, вот, эквалайзер поставил, вот. Ага. Для того, чтобы можно было подключать в аппаратуру, да. Да, вот, колонки подкручить. И так-то, вот, достаточно его голос есть, вот, звук. То есть, один саз и голос, и вполне хватает. Полно хватает, вот, это, вот. Такой инструмент, что можно играть и петь, и даже не надо, вот, это, один я могу. Ашук сам себя компанировать. Ашук сам себя компанировал. Для вас этот, это у нас, это самое известное, ашук был. Ашук Алискяр. Был, да, вот. К сожалению, нет, да? Да, к сожалению, нет. А вот, смотрите, у вас имя, да, Ашик Халид Мурадов. Ашук, это значит, что вы Ашук, да? Ашук, это, да. А давайте, это уже как к имени прибавляется, как звание такое, да? Давайте напомним, что такое Ашук, значит. Ашук, это тот, кто? Ашук, этот, вот, который играет и поет сам. И вот. И слова, наверное, сам сказали. Да, да. Вот сейчас авториспометел, вот. Ну, вот. Сочинай. Я авториспометел, конечно, Ашук должен этот, много-много стихи узнать, много-много достану, вот, много-много, этот, вот. Он должен этот, очень много это узнать, настоящий Ашук. В общем, только опытный человек может быть Ашуком, с большими знаниями, познаниями. Да, 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 да. И тут, видите, любопытный еще момент есть. Не обязательно заранее заученные слова, да, произносить? Нет, заранее заученные тоже можно. Тоже можно. Да, вот. Можно сочинять Ашук. И во время песни тоже можно сочинять, да? Да, да, да. Ашук, вот, умеет сочинять. Вот есть некоторые наши, вот, они изучают, потом этот, поют. И еще одна песня для вам, и этот, конечно, буду петь. Конечно, давайте. Давайте теперь перейдем к оппозиции. Вот, вот, сейчас про любовь будет или не про любовь? Да. А, поиск, про любовь. Это тоже, давай, про любовь. Конечно, про любовь. Небольшой анонс, сделайте, о чем это будет песня? Песня молодого, там, человека или посвящение девушке? Ашук видит вот молодой девушке, вот, нравится, его, это, его платье, вот, садо, да, да. То есть, нравится, как она выглядит, да, девушка? И он хочет сделать ей комплимент? И он говорит хорошие слова, да? Да, 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 очень хорошие слова. Она, значит, одета в желтой кофточке. Почему именно в желтой? Ну, я не знаю. Ну, случайно видел, понравится. Ну, понравилось. А, там, там, там слова будут, там слова будут звучать, желтая кофточка, да? Да, да, да. Люблю ту, ту девушку, которая в желтой. Полезно. Ну, давайте, девушкам в желтых. Платье, что ли? Девушкам в желтых. Девчонки в желтых кофточках, эта песня для вас. Внимание. Девчонки в желтых кофточках, эта песня для вас. 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 Браво. Здорово. Ансамбль «Дружба» у нас сегодня в гостях. Программа «Союз нерушимый». Советую, кстати, заходить нашим слушателям, если у вас такая возможность есть. Сейчас на сайтах эхокирова.ру включать кнопочку видеотрансляции. Просто с каким выражением лица сейчас. Просто посмотреть, да, вот как происходит. Да, вот как происходит даже. Искренне, от души все это. Ну вот перескажите, о чем мы сейчас... Девушку в желтой кофточке увидел, и он ее, видимо, осыпает комплиментами, да? Да, вот свой этот... Любовь вот все ясняет, чтобы вот... А если сразу, не знаю, какой-то ответ придумать, вот в музыке может девушка ответить? Нет, Ашук, девушка это не ответил, Ашук своей любовью яснял вот ему, ее, чтобы вот ты мне нравишься. Нет, ну есть какая-то композиция, которая может девушка ответить? Там, либо отвергнуть его... Есть такие песни, отвергнуть его комплименты, либо ответить взаимностью. Есть такие песни, чтобы вот девушка ответить, есть такие тоже песни. Ну, соответственно, девушки тоже участвуют как бы вот в пении, да? Есть, есть. То есть, соответственно, женщина должна, да, исполнять девушку? Да, да, да. А такое явление, как Ашук, среди женщин есть? Есть. Есть тоже, да? У нас очень много. Помочено. А они какие инструменты используют? Те же самые? Те же самые? Те же самые, да. Довольно интересно, да. Да, вот это... Ашук, на самом деле, это... очень... очень знанием, должно быть, чтобы он все знал. Ну, вот вы пока сейчас исполняли, я посмотрел, вот на Мушфига, да? Я думаю, что ему тут ничуть не легче, чем всем остальным. А почему вот технику играли? Которая на горе, на горе у нас, да? На гора. Такая техника, я думаю, у меня бы уже руки отнялись просто. Вы как вот это... Тоже это какая-то тренировка, тоже какая-то школа? Он целый 8 часов подряд, он играет, он... Я посмотрел, вот я прикинул, что если бы я играл так 15 минут, у меня бы руки просто отпали уже, потому что там вот это вот... А вы лучше спрашиваете... Я очень извиняюсь, конечно. Со скольки лет играет? А со скольки лет играете? Вы когда взялись? Когда я... Сколько сейчас лет-то хоть у тебя? 48? 48. И еще всю жизнь практически. Кстати, это его год. Я учился, когда я в школу где-то... А вы где-то специально учились этому? Или вот просто самоучка, да, вот такой? Не, почему? У меня там учитель был. И среднюю школу музыкальную. Я тоже закончил. То есть вот по классу на гора именно, вот по ударным инструментам, да? Ну, есть инструмент арабский заруб, который называется, тоже есть. Что есть ударники, может там... Жаль не принес. Да. Потому что я в ритме... Всем касается. В ритме очень... В ритме, понятно. Тоже... Да. Самое любимое... Одно из новополагающих. Ну, основа, вернее. Ну, ход, где-то самое... Все равно ритме... Сама музыка состоится... В двух частях. Одна из них гармония, а другой ритм. Это никак не отрицать. Еще мелодию. В Кирове последний концерт, мы где были... Это гармония есть, и в этой самой мелодии. В Доме Дружбы народа. Вот концерт. В Доме Дружбы народа? Да, вот. В Кирове концерты. Вот там, да, были. Концерты. Да, вот. Хороший вопрос. Где в нашем городе вас... Куда можно прийти и послушать? Где вы выступаете именно у нас? Это какие-то закрытые такие? Нет. Или большие концерты, чтобы... Есть какие-то концерты, куда можно просто прийти и вас послушать? Вот. Сообщим. Сообщить. На днях. Обязательно. Обязательно. То есть следите за рекламой, Владимир. Да, у нас еще синтезаторы, там, гитара... Да, 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 вы рассказывали, да. Он сам помню, что он сам был вот... Меня вот, знаете, какой вопрос интересует? Там, если сравнивать, например, традиционную русскую музыкальную культуру и азербайджанскую, у нас ведь в русских народных песнях как много и таких печальных, протяжных, да, композиций, так много и чего-то веселого, такого, озорного, и плесовых песен. А в азербайджанской музыке, в традиционной... У нас тоже есть. Что, чего больше все-таки? Или нельзя так ставить вопрос? Как-то поровну такая гармония присутствует? Ну, поровну это было бы правильно. Это было бы правильно. Почему? Потому что я бы не... Вот я вот предпочитаю всегда слушать, ну, медленным мелодии и так далее. Ну, что-то успокаивать, что ли. Ну, потому что это бывает, что на неделе два-три раза мы бываем на свадьбах, там, вы сами знаете... Сколько два-три раза на неделе вы выступаете на свадьбах? Нет, нет, я имею в виду и концерт, и свадьба. Да, это бывало так. А чем отличается концерт, выступление и на свадьбах? Нет, концерт, это концерт, ну, как-то там... Но вы же все равно вкладываете свои силы, душу все равно... И там, и там, и там. Ну, в концертах можно сказать, например, вышел, сыграл, и все. А там, а на свадьбах это уже нет. А там уже было более тесное взаимодействие, там уже другие все-таки эмоции. Я бы сказал, что даже времени не бывает, чтобы пить чай. Семь-восемь часов подряд. Питье. Основной – семь-восемь часов. Вы знаете, мне хочется еще продолжить такие параллели проводить между азербайджанской музыкой и руссконародной музыкой. Вот, например, у русских народных песен есть такая особенность – чем ты старше, тем ты открываешь какой-то новый смысл. Вот есть такое, Николай? Безусловно. Вот, например, ну, вот в детстве, да, ребята там разучивают руссконародные песни, и как-то вот спели и спели, а вырастая, ты понимаешь, какой глубинный смысл там присутствует. Ну, и везде, конечно, некоторые песни. Ну, вот, например, там «Что стоишь, скачаясь», «Тонкая рябина». Я просто недавно… Головой склоняя до самого тыла. Да, я просто недавно переслушал эту песню в исполнении хора, как это мощно звучит, и ты понимаешь, какая там трагедия, да, на самом-то деле, что она не может на тот берег-то к дубу перебраться. Знать одной, ты начинаешь понимать, что эта песня, на самом-то деле, о людях, а не о деревьях. Вот есть такое тоже, присутствие тоже такое в азербайджанской музыкальной культуре, когда с возрастом, вот, смысл он такой вот очень объемный, серьезный, глубокий. Есть, есть. Нет, есть. Я бы не сказал, что вот, например, у нас больше. Я бы сказал, что поровну. Вот то, что вот в азербайджанской песне, и… Что русская песня, что азербайджанская песня. Я бы сказал, что они очень взаимосвязаны. Потому что вот дословно я бы сказал, что никак не переводить. Это невозможно. Это смысленно надо все это. Как бы прям… Вот есть слова, можно и там, значит, прозвучают. Там и тут и так далее. Вот я бы сказал, что там никак не переводить это. Это надо просто понимать. А вообще, когда музыка входит в жизнь азербайджанского мальчика, азербайджанской девочки, вот с какой поры они начинают уже слышать это, привыкать к этому? Можно сказать, что с самого рождения каким-то образом? Знаете, чтобы там учиться, ну, это я помню, это было у меня, что там, там, сейчас скажу, 83-го года я занимаюсь. Значит, нас подготавливали тогда еще. Ну, я имею в виду в 80-х годах. Нет, вы говорите сейчас о профессиональном обучении, Да-да-да. А я-то имею в виду, ну, например, вот родился, да, человек, и с какого возраста он начинает, что вот кто-то поет именно азербайджанские песни? Я бы тогда сказал, что это божий дар, что ли? Божий дар. Прямо вот у нас был, сейчас скажу, как зовут его, ему было 7 лет, он всему гаму пел уже. 7 лет ему было. Я не помню, как его так... 7-10 лет. Он без преподавателя, без учителя, скажем, без школы, все му гаму он, это самое, уже, как это, предоставил, что ли, все му гаму. У нас около 12 му гам. Все. Без преподавателя. Даже его в школу, это самое, как его, не пускали. Сказали, что, а к чему вас будем учить-то? Ну, дар. Это уже дар. Я что хотел сказать, в 83-м году там было, ну, руками или слышали, вот, например, скажем так, что вы умеете петь, на чем умеете играть. Если ты это не умеешь, то тогда тебя не принимали в музыкальную школу. То есть уже идешь, когда в музыкальную школу, то уже... По-моему, тоже было такое, да, кучи? Да. Да. Я предлагаю... А Шук Семилит, он с 7 лет, как бы... Занимается... Занимательный... Стихипсал. 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 Да. То есть вы начали с того, что стихипсал. С 7 лет. Из детства вот меня кровью, вот, вообще. А потом уже на САЗе стали играть? Да, вот, где-то мне было, это, 20... 21. То есть вы уже взрослые на инструменте научились играть? Да, вот, да. У нас будет скоро реклама, нам будет сделать нужную паузу, но перед этим, я думаю, что музыкальную композицию вы еще исполните. Обязательно. То есть они по 8 часов на свадьбах играют? Они могут здесь-то нам весь эфир заполнить. Прямо сейчас, о чем будет следующее? О чем будет следующая композиция? Тоже, тоже романтика. Тоже о любви. Тоже о любви. Давай о любви. Давай о любви. Давай о любви. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательный ансамбль «Дружба» у нас сегодня в гостях в программе «Союз нерушимый» ведут передачу Николая Голиков и Владимир Сметанин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 но вы сейчас без саза обошлись знаете вот определенно скажем так есть песенки скажем так мелоды для саза есть для гармонь для нагара я так думаю что саз безусловно такого основного инструмента нет все-таки да в коллективе вот именно должно быть созвучие единение должно быть да да конечно вот например говорят вот первая песенка которая мелодия когда ашок играл я ногтям который вот когда услышим хотят образом скажем я ногтям это значит ему все руки сложили как бы у себя сидит и подниматься и именно я ногтям это его профиль скажем так это в его исполнении насколько часто обновляется ваш репертуар или вот все что вы исполняете такое вот традиционное нет это вот то что он сыграл то что я сыграл вот это традиционно сможет традиционный а вот то что обновление это каждый день можно сказать что выходит новые песенки которые они как вам сказать но они не вечны а вот то что он рассказывал играл это уже у нас я бы сказал что это от предков но это в крови все таки да это сквозь сталинского столетия который даже в россии же говорят русские люди да что сейчас по телевизору где услышишь народной музыки нет народной музыки мало народной очень очень вот и это упущение на ваш взгляд это плохо на ваш взгляд и как вот помыла там вот тем более здесь как бы все он получаетесь в россии живут как бы ну диаспорой да вот а тут еще получается меньше шансов стоит народной музыкой вот этот проблемой дверь возникает что молодежь уже не знает может быть даже вот своей музыки или все-таки наоборот как-то вы стараетесь молодежь при привлекать это вот то что вы очень правильно отметили что это это в крови это хочешь не хочешь вот когда даже ребенок рождается может через маму через родителей скажем так но они всегда рядом с родителями они всегда приходят вот скажем вот по свадьбе приходит они услышали слушать это вот вот это наши песни вот только таким путем вот сейчас я не знаю как там может по-другому как им объяснить на свадьбах юбилеях что ли они всегда вот рядом с родителями и слышать это все слушать вот это моя вот например скажем традиционная вот у нас это ассоциатива президента рамзиафан девич он пытается чтобы какое-нибудь помещение взять и молодежи чтобы мы изучали несколько раз со мной разговаривал пока этот не получается пока пока не получается я думаю чтобы скоро скоро это должно быть что-то случится чтобы молодежи научить я прошу прощения у нас остается до конца передачи три минуты примерно я раз уж мы начинали композиции давайте будем заканчивать уже композиции я предлагаю вспомнить о том что не за горами все-таки весна праздник женский праздник женский праздник праздник наврус скоро будет да праздник весны солнца обновления давайте вот мы да напоследок вот именно связанное с приходом весны новой жизни такой жизнеутверждающей вы исполните и мы будем уже завершать программу я напомню что это ансамбль дружба рустам аббасов ашик ашук халид мурадов и мушфик муртузаев пожалуйста финальная песня а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нерушимый